Всем привет! Ты смотришь канал Заводила. Меня зовут Когенка Олег и в этом видео я тебе покажу как мы выбираем автомобиль для клиента. Это легковой автомобиль. Он не популярный, но он с функциями грузового. Какой это автомобиль? Смотри дальше. Сейчас мы в городе Гамбург и смотрим автомобиль для клиента. Это Дача Лоджи. Из всех вариантов, которые попадали под наш бюджет, это было, по-моему, 3 или 4 варианта. Один был в Польше, второй в Мюнхене, третий в Гамбурге и четвертый, по-моему, в Берлине. Больше всего мне понравился вариант в Гамбурге. Вот я приехал сюда. Основные требования были, это 7 мест. Он хотел именно 7-местный автомобиль, дизельный. Созвонился с продавцом, то есть пообщались, он объяснил, что у автомобиля новый тихосмотр, что он без повреждений, ну и так дальше. Но все равно его нужно было убедиться, приехать, посмотреть. Я реально до конца был уверен, что я общаюсь с мужиком. Но когда мы приехали, то есть это оказалось с виду вроде бы женщина. Она подошла, дала всем такого нормального, такого пацанячего краба. Она со мной два раза поздоровалась, или точнее поздоровалась и попрощалась, и я приеду. Дача это автопроизводитель, который входит в компанию Рено, и эти автомобили собираются в Румынии. Конкретно дачи Лоджи начали выпускаться с 2012 года, и они шли с четырьмя двигателями. Это два бензиновых и два дизельных. Бензиновые это были 1.2 турбированные, 1.6 атмосферные, и два дизельных это 1.5, и он был 66 кВт, второй 81 кВт. 66 кВт шли на пятиступенчатой коробке, 81 кВт шли на шестиступенчатой. Они называют этот кузов как компакт-вен. Почему компакт-вен? Это вроде бы и не мини-вен, но такой, не до мини-вен. Он большой, он на длинной базе, он вместительный. Кузов у него целый, без вмятин, без всяких повреждений. Все, что я увидел, это вот на заднем правом крыле, есть буквально таких вот несколько царапинок, таких незначительных. Вот одна, вот вторая, вот третья. Тормозные диски здесь хорошие, выработка маленькая. Заменено лобовое стекло, оно в 16-м году было поменено. Целые болты, они не скручены, не на дверях, пороги не затертые. Единственное еще, это вот такой вот есть здесь гаджет, называется скотч. Серебристый, черный. Когда я спросил продавца, что это такое, она сказала, что так как ездили дети, наклеили скотч, чтобы они ногами не царапали пороги. В этом автомобиле типа кожаный салон, но на самом деле это не натуральная кожа, это заменитель. Это такая искусственная кожа. Есть на нем вот такой еще нюанс. Это как раз таки минус вот этих искусственных кож. Я, честно говоря, не понимаю. То есть вот этих производителей, которые делают вот эту вот пластиковую кожу, которая на морозе трескается. Ну, то есть или вы делаете уже натуральную кожу, или просто делаете тряпку. Зачем типа заниматься пустой тратой денег. Автомобиль у нас с подогревом сидений. Парктроник задний стоит. Полный электропакет. Кожаный руль. Навигация, монитор, кондиционер. И еще у нас есть вот такая вот фишка. Это ограничитель скорости. Но он без круиз-контроля. Честно, тоже мне непонятно, зачем. Поставили ограничитель, а круиз не поставили. Есть вот такой бардачок. И здесь тоже бардачок. Сидишь высоко. Глядишь далеко. У нее два ключа. Обычные, простые. Как когда-то в Ренукенго. Такие похожие. Монитор. Он у нас с русским языком. Здесь есть навигация. Ну, она такая деревянная. Ну, она есть. Задний парктроник. Есть еще фаркоп с подключением. Фаркоп отдельно находится в багажнике. Из минусов еще здесь. Ну, такое, я так тоже понимаю. Хозяин этого автомобиля его использовал. Ну, что-то возили. То есть потолок. Просто нужно похимчистить. Он такой немножко пошкрябанный. Здесь у нас ряд сидений еще сзади. Ну, сейчас я попробую туда залезть. Так ты же с меня снимаешь. Где-то, на, по, снимай. Правильно, надо просто говорить, что надо снимать. Ну, правильно. Снимаешь, снимаю. Природа. Я хочу грушу. Снимаю грушу. Очень даже такие неплохо. Даже ручки есть. И ручки, и окно. Он открыть можно вдруг. Уже говорю, с озера бухой. Едешь, подмутил. Ну, пожалуйста, в воздухе прихлопил. Ты подстаканник, блядь. Подпивас. Ты говорил, подстаканник. Нету. У водителя почему-то нету. А нахуй я водителю подстаканник. Подпивас. Водитель должен держаться за руль. А пассажиры нормальные. Сзади должны бухать пивасик. По поводу места. И реально сидишь, не упираешься. То есть, то, что я, как бы, такой. Кабан не маленький. Еще и кепка. Еще и кепка. Банкет. По поводу места. Она, конечно, вообще бесспорно. Хороша. Типа возить сзади детей. То, по-моему, там у них вообще самое любимое место будет. И они себя там нормально будут чувствовать. Там просто, ну... Помимо того, что здесь, пожалуйста, сидуха. Так тут место еще валом под всякий груз. То есть, хотите людей возить и хотите не людей. По поводу этого кузова, то хочу сказать, из-за того, что она большая и высокая, она на дороге парусная. При большом ветре, ну, ее так, надо немного ловить по дороге. Ну, типа такая. Ну, хотя вот так вот ее покачать, ну, ну, хер знает. Двигатель 1.5, K9K, 1.461 объем, мощность 81 кВт. То есть, это реношный движок. То есть, один такой же, как в Renault Megane, такой же, как в Renault Clio и так далее. Буквально недавно сделали новый сервис. Вот, шестой месяц, девятнадцатый год. На пробеге 101.800. Сейчас у нее 102.300. То есть, 500 километров она проехала после сервиса. Аккумулятор еще родной стоит. То есть, аккумулятор уже сколько? Почти, да, он 12 месяца, 13 года аккумулятор. 6, 6 лет аккумулятор. Это вам не на форточке кататься. Тут твое мнение интересно. Как ты думаешь, этот автомобиль был больше коммерческий или легковой? Купил бы ты его себе или нет? Углянусь, ровно до этого момента я даже не знал, что такое дача. Я их вижу, вот эти машины, я, по-моему, одну или две увидел. В этом, блядь, Гамбурге, их там ты видел, сколько катается? Я был в шоке. Просто, ну, у себя, у меня во дворе там один паренек ездит. Ну, молодой, ну, не знаю, нахер он ее купил. Они с женой возят там собаку. Не знаю, наверное, машину купили для собаки, потому что это много места. Вот и все. Передние тормоза у нас идут дисковые, а сзади барабаны. Ну, что мне тоже непонятно, почему так. Неудобно расположены сама ручки передач. Какой-то разработчик был с длинной рукой. Ты вон сел, говорит, коробку ебашьте здесь. И не взяли, приебашили. А теперь приедет какой-то не сильно длиннорукий человек, сядет и все. И просто надо наклоняться, переключать. И по поводу вот регулировки руля. Но, да, он как бы поднимается только вверх-вниз. То есть регулировки на себя, от себя ее нет. Регулировка самого сидения, она расположена не с этой стороны, а с вот этой. Поставил себе сюда подлокотник, все, ты туда руку не всунешь. Все, надо как-то закидывать назад и заниматься. Если эту машину использовать как бы под больше перевозку грузов, то она будет, ну, такая не очень удобная. Потому что вот эти вот сидения, как правило, у других автомобилей, типа там бусов, оригинальных, там официальных пассажиров, они с быстросъемами. То есть ты откинул сидение, потянул там за рычажок и вытянул его, достал полностью. Здесь этого сделать нельзя, потому что оно вот с этой стороны, оно прикручено болтом. То есть нужно постоянно откручивать болт, снимать сидение с поперечкой. Потом, если тебе нужно возить людей, обратно ставить, обратно прикручивать. У нее 4 подушки, это руль, торпеда и боковухи в сидениях. Есть AirBoost, AirPod, а есть AirBag. Если закрывать ее легко, то не с первого раза получается. То есть так не захлопнется, так тоже. То есть надо, еще оно не захлопнуло. То есть надо так, с притяжечкой. Автомобиль был куплен в городе Гамбург. Обслуживался на официальном Рено. Есть сервисная книга. Вот последний сервис 101-806. Владелец нам отдал, он сделал техосмотр, он абсолютно новый. Дали такую полностью пачку документов с техосмотра. То есть какой автомобиль, где он что проходил, что на нем делали. 260 евро заплатили за эту инспекцию. Она с чеками, со всеми делами. И вот полностью вот такую вот папку с инспекцией. Здесь расписано по поводу пробег, состояние и полностью весь перечень. Что было проверено, почем есть замечания, почем нет замечаний. Да, здесь дгуд, как немцы говорят. Никогда мне не нравился металл вот в Рено, в даче. Почему он такая, она такая как шкарабаночка. То есть она звонкая, тонкая. Ну она такая, она пластиковая. То есть вот ты едешь, вот все она как бы такое чувствуется. Она здоровая, слышно двигатель, тонкий металл. Оформление всех документов заняло более трех часов. Когда мы ехали в магазин, заезжали на саму парковку к магазину, сзади заехал тоже автомобиль, по-моему, Volkswagen. Остановился возле нас, вышел контролер. Оказалось, это контролер парковок, который возле магазина. То есть я уже рассказывал в каком-то из видео, что в Германии парковки возле магазинов, они должны быть только по специальным таким парковочным шайбам. Только мы остановились, вышли, он подошел, говорит, где ваши парковочные шайбы? Значит, штраф 15 евро. Мы сказали, окей, мы купим. Я зашел в магазин, говорю, а можно у вас купить? Они нам дали вот таких вот две бесплатно. Пошел, показал ему, ну, короче, все окей, он сказал, нет проблем. Но пошел дальше писать всем штрафы. Все, теперь мы без штрафа. Я всегда про немцев думал, что они порядочные и не нарушают. Но, как оказывается, нарушают. То есть на всей парковке было порядка 15 автомобилей. Он выписал в районе 10 штрафов. Это только при нас. Мы стояли, пили воду и смотрели, как он к каждому автомобилю подходит. Ни у кого не было этой шайбы. То есть просто несколько автомобилей. Были там специальные наклейки на парковку. У остальных ни у кого не было. Он просто всем поголовно выписывал штрафы. По 15 евро. Она выглядит вот так. Приехал, допустим, выставил себе время там какое-то. Приехал в 2 часа дня. Выставил, допустим, 14. Положил под стекло. И все. Иди скупайся. Но за вот это, то есть не положил, ты сразу получаешь автоматом штраф от 15 до 30 евро. Расскажу за финальную цену. Во сколько он вообще обошелся. С растаможкой, с доставкой, с постановкой на учет. Да смотри видео так. С растаможкой, с доставкой, с доставкой, с доставкой, с доставкой, с доставкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Забрал автомобиль с таможенного терминала, растаможил. Финальная сумма за автомобиль получается 11800. Это уже автомобиль с постановкой на учет. Купил я его у участника за 6900 евро. Лично мое мнение, если рассматривать вариант Рено, то я бы купил такой вариант, как Рено Грандсценник 7-местный. И пусть было бы немножко больше пробега, но получил бы реально лучше комплектацию. Почему Грандсценник? Потому что получил бы тех самых 7 мест, получил бы лучший дизайн. Он мне больше нравится, он более симпатичный, более современный. Тот же пластик в салоне, он мягкий. Комплектация была бы лучше, там был бы уже климат-контроль, датчики дождя, датчики света. Возможно, даже можно было бы купить такой вариант, как Рено Грандсценник в комплектации Бозе. По этой машине что понравилось? Понравилась обзорность. Это плюс. То есть высоко сидишь, все видно, прикольно. Понравился свет ближний, дальний, классный, бесспортно. Понравилась музыка, здесь неплохая мультимедиа, экранчик прикольный. Но не понравилась мультимедиа то, что здесь стоит мультимедиа компании LG. Также пробовал подключать два айфона, послушать музыку через блютуз, но он с ними не захотел работать. То есть с Android, пожалуйста, подключается, работает с айфоном и что-то с Apple не хочет. Мне понравился жесткий пластик по салону. Не понравилось то, что двери там захлопываются не с первого раза. Мне понравилось то, что она парусная, при боковом ветре ее подшатывает, ее нужно ловить. Мне понравилось еще расположение ручки КПП. Не совсем удобно, не каждому это подойдет. Даже в том же сценнике расположение ручки КПП находится выше и в ней намного удобнее переключать передачи. Задние тормоза здесь идут барабанные. То есть при каждом нажатии на педаль тормоз слышен такой скрип. Вот этот вот писк, он реально раздражает. Самые большие плюсы этого автомобиля это расход и место. Для большой семьи, для перевозки каких-то там вещей, товаров, грузов, вообще без проблем. Места, да, полно. Я считаю, что этот автомобиль больше подойдет какому-то взрослому мужчине, которому это необходимо. Минус еще, мне не понравились маленькие зеркала. Для этой машины я считаю, что должны быть зеркала поболее. Один из основных минусов это то, что шумоизоляция здесь, она вообще отсутствует. То есть при скорости 120 ты реально слышишь вот этот вот ветер, свист, слышишь как работает двигатель. Металл здесь тонкий и поэтому шумоизоляция здесь просто отсутствует. Я проехал на нем 1900 километров. Средний расход по бортовому компьютеру показывает 5,4 литра на 100 километров. То есть можно сказать так, что много места и расход это то, что больше всего подкупает. Ну вот такие вот выводы. Вот такой вот автомобиль. Напиши свое мнение, понравился тебе он или нет. Купил бы ты его для себя или же не купил. Ну и смотри нас дальше. Всех вам благ и зеленых бумаг. Пока.